Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие учащиеся! Сегодня для вас проведу онлайн-урок я, учитель информатики Назарбайкинтеллектуальной школы химико-биологического направления города Воскриминогорск. Тема сегодняшнего урока – аппаратное обеспечение и компьютерная сеть. Цели – однакомить учащихся с аппаратным обеспечением компьютерных сетей, и ввести понятие маршрутизатора, шлюза и IP-адресации. Что же такое компьютерная сеть? Это система обмена информацией между компьютерами. Какие бывают виды компьютерных сетей? Они бывают глобальные сети, региональные и локальные. Остановимся к каждому из них. Локальная вычислительная сеть – это группа компьютеров, которые могут связываться друг с другом, совместно использовать периферийное оборудование и обращаться к удаленным центральным компьютерам или другим локальным сетям. То есть, это соединение трех или более компьютеров друг с другом в наибольшем расстоянии внутри одного здания. Например, это может быть кабинет информатики, игровой клуб, либо офис и так далее. Назначение локальной сети – это передача информации между компьютерами, совместный доступ к программам и данным, совместное использование оборудования. Так какое же устройство необходимо для подключения локальной сети? Это сетевые адаптеры или сетевые карты. Сетевые адаптеры – технические устройства, выполняющие функции сопряжения компьютеров с каналами связи. Компоненты локальных сетей. Для организации локальной сети необходимо установить каждый персональный компьютер в сетевую плату и соединить все компьютеры с помощью специального камня. Какие же бывают типы сетевых плат? По физической реализации сетевые платы делятся на внутренние, внешние и встроенные. Внутренние – это отдельные платы, вставляющиеся в PCI, ICA и PCI-E слот. Внешние – подключающиеся через USB или PCI-E интерфейс, преимущественно использующиеся в ноутбуках, встроенные в материнскую плату. На сетевой плате для подключения к локальной сети имеются разъемы для подключения кабеля витой парой или коннектор для коаксиального кабеля, а также несколько информационных светодиодов, сообщающих о наличии подключения и передачи информации. Иногда необходимые для связи компьютеров компоненты уже бывают установлены на системную плату. Как вы видите на картинке, в этом случае гнездо для сетевого кабеля расположено на задней стенке системного блока. Важнейшей характеристики адаптеров кабелей является скорость передачи информации по сети от 10 Мбит в секунду до 10 Мбит в секунду. Давайте рассмотрим несколько характеристик разновидностей кабеля. Как сиальные – самый дешевый и доступный тип кабеля, но с низкой скоростью передачи информации до 10 Мбит в секунду. Он состоит из проводника, изолятора и проводника. Витая пара содержит пары проводников, скрученных одним с другим. Скорость передачи информации от 10 Мбит в секунду до 100 Мбит в секунду. Оптоволоконный кабель представляет собой стеклянный цилиндр, покрытый оболочкой с другим коэффициентом преломнения. Скорость передачи информации 100 Мбит в секунду. Тут показаны виды кабелев. Витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. Здесь на слайде вы можете увидеть разъемы для различных видов кабелей. Это для коаксиального кабеля, а это для витой пары. Конденсаторы Hub или Switch служат для соединения компьютеров в сети. Концентратор может иметь различное количество портов подключения, обычно от 8 до 32. Конфигурация локальной сети Топология Этопетическое расположение компонентов сети Кабели, станции, шлюзы, разветвители Имеется три основных топологии Звезда, кольцо и шина Топология Звезда Рабочие станции подключаются непосредственно к файл-серверу, но не соединены друг с другом. Как вы видите на картинке. Топология Кольцо Файл-сервер и рабочие станции соединены кабелем в кольцо. Сообщения о рабочей станции могут проходить через несколько других рабочих станций до того, как они достигнут файл-сервер. Топология Шина Рабочие станции и файл-сервер подключаются к центральному кабелю, называемой шиной. Региональные и корпоративные сети Корпоративная сеть Это соединение локальных сетей, компьютеров, друг с другом в пределах одной корпорации. Региональная сеть Это объединение компьютеров и локальных сетей для решения общих проблем регионального масштаба. Например, сеть библиотек Казахстана, либо сеть школ города Усканногорска, либо сеть авиалинии, либо сеть железной дороги. Глобальная вычислительная сеть Это сеть, объединяющая целые государства. На этом сайте вы можете увидеть, как глобальная сеть функционирует. То есть глобальные сети связывают компьютеры в пределах страны, континента и планеты. Глобальная компьютерная сеть представляет собой Компьютерную сеть, охватывающую большие территории и включающую в себя десятки и сотни тысяч компьютеров. Технические средства глобальной сети Узлы компьютерной сети Компьютеры, объединенные в сеть, некоторые постоянно работают, выполняют системные услуги, информационные сервисы. Это хост-компьютеры. Кануэлл передачи данных Проводные То есть к ним относятся телефон, модем, кабельное телевидение. Беспроводные К ним относятся спутниковые радиоканалы Скорость до 5 Мбит в секунду И технология Wi-Fi Радиосвязь Оптические К ним относятся устройства На скорости в десятках гигабит в секунду Итак, что же нужно для подключения к сети интернет? Нам необходим компьютер, телефонная линия и модем Как мы говорили, модем это устройство, необходимое для подключения к сети интернет Модем расшифруется как модулятор и демодулятор Устройство для передачи сигнала двойного кода по телефонным линиям Модуляция Преобразование дискретного сигнала компьютера в аналоговый Передающийся по телефонным линиям Модулирование несущей частоты телефонной линии Есть разные виды подключения к сети интернет Комментируемый через доступ к Dial-App По цифровой абонентской линии ADSL Доступ по выделенному каналу связи Беспроводное интернет-соединение Wi-Fi Беспроводное подключение по мобильному телефону Подключение Dial-App Преимущества Мы платим только за подключение интернет Если мы не пользуемся, то ничего не платим Либо дешевые модемы Недостатки Медленная скорость Частые обрывы связи Довольно дорого Телефонная линия занята во время подключения Подключение ADSL Преимущества Довольно быстрая скорость Приемлемая стоимость услуг Телефонная линия не занята Практически нет разрывов связи Недостатки Независимо от того Подключились ли мы к сети Интернет Или нет Нам все равно приходится платить Определенную абонентскую плату Управление сетью Децентрализованное Это значит, что при выходе Из строя любого узла То есть компьютера Сети Сохраняется функционирование Всех остальных компьютеров Пакеты данных Перемещаются по сети К компьютеру С нужным адресом И при возникновении аварии Одного из компьютеров Автоматически Направляются по другому маршруту Для получателя Совершенно не важно По какому маршруту Тот или иной пакет Дойдет до него На месте назначения Они соединяются в одно целое Так что пакеты могут Достичь адресата И обходными путями Структура сети интернет Как мы с вами рассмотрели Это Локальные сети Локальные сети Подключаются к оригинальной сети Региональная сеть Включаются к глобальной сети Программное обеспечение сети Программа Клиент-сервер На компьютерах Занимающихся информационными услугами Устанавливается специальное Программное обеспечение Его организация Носит название Технология Клиент-сервер Программы Клиент и сервер Общаются на одном сетевом языке Используя Общие протоколы Протокол Работа сети Правила совместной работы Различного оборудования сети Например Клиент-программа Электронная почта Дает возможность Пользователю Принимать и отправлять письма Просматривать Корреспонденцию Вести почтовый архив И так далее Протоколы работы сети Это стандарты Определяющие формы Представления И способы Пересылки сообщений Процедуры Их интерпретации Правила совместной работы Различного оборудования Протоколы Необходимы Для согласованной работы В сети устройств Протоколы Передачи данных Протоколы Единые правила Передачи данных В компьютерной сети В сети интернет Действует Международный протокол TCP IP Созданный В 70-е годы Технология Клиент-сервер Клиент-программа Взаимодействует с сервером Используя Определенный протокол Она может запрашивать С сервера Какие-либо данные Манипулировка Данными И непосредственно На сервере Запускательные Новые процессы Программа Сервер Это целевая программа Обработки данных Программа Клиент Принимает От оператора Задание Определяет Соответствующий Сервер Передает Ему Задание Пользователя Принимает Решение Задачи От сервера И отображает Его на экране В форме Удобной Для восприятия Пользователя Как вы видите На этом сайте Показано Программное Обеспечение Сетевых Услуг То есть Его функционирование Между клиент Программы И сервер Программы Работают Протоколы Работы Сети Между ними Модем Телефонная Линия И модем Телефонные Линии Или линии Связи Бывают Коммутируемые Выделенные Оптоволоконные Беспроводные То есть Разные Адресация В интернете IP Адресация Доменная Система Имя Что же такое IP Адрес Между Двумя Компьютерами Отправитель И получатель Есть интернет Но как Они между Собой У каждого Компьютера И у получателя И у Отправителя Есть IP Адресация IP Адрес Это набор Из 4 Байтов Характеризирующий Логический Адрес Машины Он Состоит Из двух Частей Из адреса Сети И адреса Хостов IP Адрес Это уникальный Числовой Адрес Компьютера В сети Который Имеет Длину 32 Бита И записывается В виде Четырех Частей По 8 Бит Каждое Общее Количество Различных IP Адресов Это 2 32 Степень Классы IP Адресов Класс А Это От 0 До 126 Сетей 7 Бит И Хостов Класс Класс И Класс С Широко Вещательные Адреса Сети и подсети Часто бывает необходимо разделить сеть на подсети Для Для адреса подсети необходимо одолжить несколько битов из адреса хоста Для этого используют так называемую маску подсети Маски подсети в битах соответствующие по позициям адресу подсети записывают единицу А в битах соответствующий адрес хоста в этой подсети 0 Для того чтобы понять находится ли адресат в той же подсети к его адресу применяется маска подсети результат сравнивается с результатом применения маски подсети к отравителю Десятичная форма записи IP адреса Каждая часть называется Acted Может быть числом от 0 до 255 Например 192.22.35.44 или 255.1.0.14 IP адрес содержит адрес сети и адрес компьютера в данной сети Адрес читается справа налево т.е. 128.250.33 это адрес это адреса сетей и подсетей а адрес компьютера пользователя будет 199 например IP адрес 128.250.33.199 в сети класса B а остальное это адрес компьютера пользователя IP адрес IP адрес делится делится на два статистические т.е. постоянные динамические меняются при каждом подключении к сети домен доменная система имен DNS Domain Name System вставит в соответствие числовому IP адресу каждого компьютера уникальное доменное имя доменная система имен имеет иерархическую структуру то есть домены верхнего уровня домены второго уровня домены третьего уровня и так далее то есть под домены доменное имя читается так же как и IP адреса справа на лево 3wmicrosoft.com то есть это имя компьютера 3wmicrosoft это домен второго уровня com это домен верхнего уровня домены верхнего уровня бывают географические или двухбуквенные каждой стране соответствует двухбуквенный код административные то есть трехбуквенные позволяет определить профилы организации или владельца домена при подключении компьютера к сети в параметрах настройки протокола TCP и IP должны быть указаны IP адрес компьютера и маска под сети как мы с вами говорили IP адрес уникально идентифицирует узел в сети первая часть IP адреса обозначает адрес сети а вторая адрес узла да маска по сети показывает какая часть IP адреса узла относится к адресу сети а какая к адресу узла в этой сети IP адрес и маска состоят из четырех десятичных чисел разделенных точками каждый из этих чисел находится в интервале как мы с вами уже говорили от 0 до 255 IP адрес 192 168 123 32 маска 255 .255 .255 и 0 десятичные IP адреса и маски преобразовываются в 32 разрядные двоичные числа разделенные точками на 4 группы октеты то есть если мы IP адрес переведем двоичный код то есть бинарный код он будет выглядеть следующим образом также если маску мы переведем двоичный год он будет выглядеть следующим образом в маске сети всегда впереди стоят единицы а в конце 0 старшие биты слева имеющие значение единицу отведены в IP адресе компьютера для адреса сети младшие биты справа имеющие значение 0 отведены в IP адресе компьютера для адреса компьютера сети от количества 0 в маске зависит сколько компьютеров можно подключить к данной сети давайте рассмотрим алгоритм вычисления адреса то есть номера компьютера в сети первое перевести каждое из чисел в маске и IP адресе в двоичную систему кроме 255 отсчитать в маске сети количество нулевых бит отсчитать такое же количество последних бит в IP адресе и привести это число в десятичную систему на этом сайте вы можете увидеть пример нашего алгоритма теперь алгоритм вычисления адреса сети перевести каждое из чисел в адресе и маске в двоичную систему выполнить подразрядную конъюнксу то есть умножить бит на бит IP адреса компьютера в сети и его маски перевести перевести каждый актет в десятичную систему алгоритм определения числа компьютеров сети перевести в двоичную систему десятичные числа не равные нули не равные от нуля до 255 отчитать в маске количество нулевых бит n количество компьютеров в сети k равно 2 в степени n минус 2 тут нужно запомнить примечание последнее число в IP адресе не может принимать значения 0 63 64 127 128 121 192 255 так как для адресации узлов сети не используется адреса, в которых все биты отсекаемые маской равны нулю и адреса, в которых все биты отсекаемые маской равны единице, итак маршрутизация, маршрутизатор, либо шлюз, соединяет определенные отдельные сети или подсети, маршрутизляет фильтрацию пакетов между сетями и подсетями, используя их логически. а не физический адресы, например, используя IP-адреса, маршрутизатор хранит в себе таблицы маршрутеров, содержащие адреса других маршрутизаторов. Он решает также такую важную задачу, как выбор оптимального маршрута для пакета данных. Маршрутизатор каждый раз снимает с пакета старую обертку канального уровня и заворачивает в новую, тем самым решая проблему передачи данных. между разными сетями. Виды маршрутизации. Сочетическая маршрутизация. Ошуществляется посредством введенных вручную администратором в таблицу маршрутизации адресов. Динамическая маршрутизация. Маршрутизаторы автоматически обмениваются адресной информацией с помощью протоколов RIP, OSPF или NLSP. MAC-адрес это физический адрес сетевого интерфейса. Обычно представляет собой 12 шестнадцатиричных цифр, записанных в память устройства. Исторически считается, что первые три байта это код производителя. MAC-адреса в пределах одной сети не должны повторяться. Раньше считалось, что они вообще никогда не повторяются. И последние три байта адреса производитель всегда делает уникальным. МОСТ Устройство, объединяющее два сегмента сети и выполняющее фильтрацию передаваемых данных на основе MAC-адресов пакетов. Маршрутизатор Сетевое устройство, применяющее решение о пересылке пакетов сетевого уровня. Уровень Третья модель ось Между различными сегментами сети и основанием информации о топологии сети и определенных правилах. Маршрутизация Процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Маршрут Это последовательность маршрутизаторов, который должен пройти пакет от отправителя до пункта назначения. Применение маршрутизаторов Основное назначение маршрутизаторов Это маршрутизация трафика сети. В дополнение к маршрутизации, маршрутизаторы осуществляют и коммутацию каналов, сообщений, пакетов, ячеек. Маршрутизатор функционирует на сетевом уровне и служит для организации связи между сетями с одинаковыми сетевыми протоколами, например IP и IPX. Маршрутизатор обеспечивает защиту информации и контроль за путем ее передачи. Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети. Принцип работы маршрутизаторов Маршрутизаторы объединяет отдельные сети в общую составную сеть. К каждому маршрутизатору могут быть присоединены несколько сетей. В сложных составных сетях почти всегда существует несколько альтернативных маршрутизаторов для передачи пакетов между двумя конечными узлами. Задачу выбора маршрутов из нескольких возможных решают маршрутизаторы, а также конечные узлы. Классификация маршрутизаторов по областям применения Маршрутизаторы делят на устройства верхнего, среднего и нижнего классов. Маршрутизаторы верхнего класса – это магистральные маршрутизаторы. Backbone Routers – самые высокопроизводительные, служат для объединения сетей и предприятий. Маршрутизаторы среднего класса – это маршрутизаторы региональных отделений. Соединяют региональные отделения между собой с центральной сетью. Маршрутизаторы нижнего класса – маршрутизаторы удаленных офисов. Предназначаются для локальных сетей подразделений. Они связывают небольшие офисы с сетью предприятия. Такие маршрутизаторы могут поддерживать 1-2 интерфейса локальных сетей. Рассчитаны на низкоскоростные выделенные линии или коммутируемые соединения. Виды маршрутизаторов Многопротокольные маршрутизаторы напоминают мосты с той существенной разницей, что они работают на сетевом уровне, как и любой маршрутизатор. Они берут пакет с одной линии и передают его на другую. Но при этом линии принадлежат к разным сетям и используют разные протоколы. Маршрутизаторы с интеграцией услуг гарантируют приоритетному трафику, в частности, трафику реального времени, в своевременную доставку. Они поддерживают протокол RSVP для резервирования таких ресурсов, как пропускная способность и буферы в очереди. Коммутаторы третьего уровня по сути также являются маршрутизаторами, причем пакетные коммутаторы на самом деле обычные маршрутизаторы, только быстрее. Уровень маршрутизации либо алгоритмы маршрутизатора В алгоритме мы в первую очередь делаем выбор маршрута, то есть это процесс, с помощью которого маршрутизатор определяет, куда отравит пакет. Называется выбор маршрута. Определение пути Процесс определения пути включает проверку существования получателя пакета и способы его достижения. Определяет пути и производится на основе содержимого таблиц маршрутизатора. Процесс маршрутизации Это уровень маршрутизации. На этом уровне происходит работа с таблицей маршрутизации. Уровень передачи пакетов Перед тем, как передавать пакет, необходимо проверить контрольную сумму заколовка пакета, определить адрес получателя пакета и произвести непосредственную отправку пакета с учетом очередности, то есть фрагментации и фильтрации. Можно сказать, что маршрутизаторы обладают несомненным достоинством. Маршрутизатор не вносит никаких ограничений в топологию сети. Петли, возникающие в цепях коммутаторами, не представляют собой проблемы для маршрутизаторов. План маршрутизации Задача маршрутизации Таблица маршрутизации Принципы маршрутизации В TCP и IP Создание таблиц маршрутизации Протокол маршрутизации РАИП Протокол маршрутизации ОСПФ Сред todo Задача маршрутизации в сетях TCP и IP решается с помощью специальных устройств, то есть маршрутизаторов, которые содержат таблицы маршрутизации. Таблица маршрутизации выглядит следующим образом. В принципе маршрутизации в TCP и IP – три варианта местонахождения получателя, то есть подсеть первая, подсеть вторая и внешняя сеть. Протокол маршрутизации RIP. Маршрутизаторы, работающие по протоколу RIP, то есть протокол обменивается содержимым своих таблиц путем групповых ссылок через каждые 30 секунд. В Windows Server 2003 реализована вторая версия протокола RIP-B2. Протоколу OSPF Open Shortest Part First первыми открываются кричащие маршрутизации. В отличие от RIP, может применяться в крупных сетях, так как в процессе обмена информацией о маршрутах передаются не таблицы маршрутизации целиком, а лишь их изменения. В таблице содержится информация, но не о всей сети, а лишь о некоторой ее области. Если адрес назначает, назначение отсутствует таблицы, пакет направляет на специальный пограничный маршрутизатор, находящийся между областями. Итак, сегодня мы с вами ознакомились с видами маршрутов, с понятиями IP-адрес, шлюз, MAC-адрес и полностью остановились, как бы подробно остановились на маршрутизации, познакомились с планами, с алгоритмами маршрутизации. Теперь, пожалуйста, давайте закрепим наш сегодняшний урок для закрепления. Ответим на следующие вопросы. Модем – это устройство для хранения информации, для обработки информации в данный момент времени, для передачи информации по телефонным каналам связи, для вывода информации на печать. Да, модем – это устройство для передачи информации по телефонным каналам и связи. Сервер – это А. Сетевая программа, которая ведет диалог одного пользователя с другим. Б. Мощный компьютер, к которому подключатся остальные компьютеры. В. Компьютер отдельного пользователя, подключенный в общую сеть. Г. Стандарт, определяющий форму представлений и способ пересылки сообщения. Итак, как мы знаем, сервер – это мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры. Локальные компьютерные сети – это сеть, к которой подключены все компьютеры одного населенного пункта. В. Сеть, к которой подключены все компьютеры страны. В. Сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании. Г. Сеть, к которой подключены все компьютеры. Как мы сегодня узнали, локальные компьютерные сети – это сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании. Домен. А. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети. В. Назначение программы для осуществления связи между компьютерами. В. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами. Г. Единица скорости информационного обмена. Итак, домен – это часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети. Итак, выполните, пожалуйста, домашнюю работу. Задание 1. Определить, находятся ли два узла А и В в одной подсети или в разных подсетях. Задание 2. Определить количество и диапазон адресов узлов подсети, если известен номер подсети и маска подсети. На этом наш онлайн-урок закончился. Все материалы по онлайн-уроку вы можете скачать на ниже указанном сайте. Спасибо за внимание.